Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Диванного Кроликовода. Сегодня у нас суббота, у меня сегодня первый выходной за неделю. И дел, честно говоря, накопилось настолько много, что придется снимать сегодня не одно, а два видео. Конечно, можно сделать и одно, но оно будет очень длинное. Достаточно тяжелое и, наверное, лучше их поделить. Сегодня в этом видео я вам покажу, какие у нас окрасы получились от нашего самца бургундского кролика. Напомню, что он рыжий, абрикосик. И вот от нашей мягкой. Она у нас, я даже не знаю, как назвать этот цвет, наверное, цвет лесного кролика. Не знаю, зайца. Поэтому вот интересное сочетание было, так сказать, сделано. И сегодня мы посмотрим результат их плотских утех. Какого окраса у нас получается на данный момент крыльчата. Напомню, что крыльчаткам сейчас всего лишь неделька от роду. Их было 12. Но сейчас здесь в гнезде только 10. И на самом деле, если 12-го крыльчонка мы действительно потеряли, он, получается, вывалился из гнезда, замерз. И я нашла уже утром его наполовину съеденным. То есть она его пыталась как-то утилизировать. Естественно, потому что запах мертвечины. И как бы тут крыльчата живые. Она, как мать, пыталась сделать так, чтобы никакие хищники к ней не пришли сюда. Так что почти его утилизировала. То вот сейчас 11-го крыльчонка я, честно говоря, не могу найти. И не понимаю, куда он мог деться. То ли он тоже умер, так сказать. И она его утилизировала настолько до конца, что никаких следов и ничего не осталось. Либо он где-то мумифицированно лежит вот здесь вот под слоем сена. Либо я ошиблась в расчетах с самого начала. Хотя, честно говоря, несколько раз они были пересчитаны. И я точно знаю, что крыльчат должно было быть 12. Ну вот не знаю. Сейчас вот подготовила уже емкость. Положила сено сюда. Их него из гнезда с пухом. Сейчас буду вытаскивать по крыльчонку, считать. А потом мы займемся поисками остатков. Если мы ничего не найдем, то я так подозреваю, что... Ну, только два варианта. Либо я ошиблась в расчетах. Либо мягкое, в принципе, уже все сделала. Для того, чтобы никто и ничто не нашел никаких мертвых тел. Но вот очень жалко, конечно, 12-го, то, что он вот так вот выпал. Просто замерз. Все-таки было ему на тот момент всего лишь 3 дня. Как бы, конечно, здесь вот на таком сетчатом поле ему было не выжить. Даже на самом обычном поле ему тоже было бы не выжить. Кстати, вот такой вот серебряный окрас получился. Очень классный крыльчонок, я думаю, будет. Если, конечно, доживет. Вот, чего очень бы хотелось. Но больше мы не будем оставлять больше 10 крыльчат в гнезде. Потому что у них уже идет разница в массе. Гнездо слишком большое, она не может целиком его покрыть. А в жару крыльчата расползаются. Вот такой вот. Жалко, камера не передает, но он такой с полукоричневеньким ворсом. Не чисто черненький. Ну вот да, в жару они расползаются, получается. Она приходит их кормить. И крыльчихи, как кошки, они не могут взять за шкирку, подвинуть там или что-то такое сделать. Поэтому крыльчонок просто не успевает добежать до мамки. Она всех накормила и ушла. А он остался, грубо говоря. Поэтому, получается, крыльчата один сегодня поел, другой завтра поел. И в результате массу они особо не набирают. Сейчас, если найду, покажу вам разницу между крыльчатами. Вот этот вот чисто черненький вышел. Получается серебряный. Вот этот вот с коричневым отливом. Вот этот получий. Два черненьких у нас. Есть вот такие вот. Они прям совсем практически коричневенькие. То есть, по сравнению с матерью, вот этот крыльчонок прям действительно такой вот приятного, каштанового цвета. Так, кто у нас тут еще? Вот такой вот. Точно такой же коричневенький. Вот такой вот богатырь с коричневыми отливами. Это уже второй такой крыльчоночек. Вот такой вот полусеребряный. Еще с коричневыми отливами. И вот о чем я говорила. Посмотрите, какой маленький крыльчоночек. Совсем крошечка. Вот посмотрите, да, разница. Вот этот вот. Вот этот. И вот этот вот. Видите, у них даже по морде какая колоссальная разница. Ладно, тельцы, но по мордочке он прям совсем маленький. Так что, в принципе, все. Для больших крыльчих будем оставлять 10 крыльчат максимум. А для маленьких, такие как Макарошка и вот ее дочери полумясные крыльчишки, для них будет максимум оставаться 8 крыльчат. Больше нет смысла никакого держать. Просто потому что, ну, какой смысл, если у меня крыльчонок будет на 200 грамм меньше, чем у него положено быть. Ну, как-то не знаю. От того, что их много, я больше денег на самом-то деле не получу. Если, допустим, буду продавать их на мясо. Да и расти они будут медленнее. Придется ждать этих килограммов. Так что смысла определенного нет. Еще и создается риск для всего гнезда, что вот эти вот 2-4 лишних крыльчонка, они просто-напросто будут забирать молоко у тех крыльчат, которые более жизнеспособны и больше как бы хотят расти, развиваться и так далее. Плюс гнездо становится большим и как бы вот эти вот силы падания, процент сразу повышается. Ну, конечно, здесь надо делать повыше как-то вот этот вот заход. Я думаю, что мы потом подприкрутим сюда еще какую-то досочку, не досочку, что-то такое, потому что когда вот забивается гнездо, казалось бы, тут есть 10 сантиметров, но их недостаточно, учитывая то, что вот еще, видите, доска здесь положена, чтобы они не спали на сетке. Как бы не хватает, не хватает, конечно, упущения, это достаточно большое. Сейчас попытаемся как-то найти. Найти хоть какие-то остатки от крыльчонка или его самого. Но я так понимаю, что у нас это не очень получится. Кстати, мягкая, вообще как бы никак не обращают внимания, как видите. Никто нас тут атаковать не собирается. Заодно мокрая тут уберем всю грязь. Так что, если вы считаете, что она, допустим, там съела своих детей, то это совершенно не так. Она лишь утилизировала трупы, по факту. Не более того. Никаким вредительством она тут не занималась. Он выпал, умер, она его утилизировала не больше и не меньше. Нет, как-то тут ничего нет. Совсем ничего нет. Только вот такие вот некрасивые дела в виде фекалий. Макарошка не идеальная крыльчишка по сравнению с карамелькой. Ой, макарошка мягкая. По сравнению как раз таки с макарошкой и карамелькой. Те все-таки в маточник не ходят по-большому. Хотя тут, так, знаете, такое ощущение, что кормила, кормила, захотелось, сходила. Не прерываясь, я бы так сказала. Ну вот, никого мы не нашли. Сейчас будем класть и считать, значит. Вот так вот. Раз. Два. Это такой щебутус. Смотрите, он моську какую себе наел. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И до десятый. Одиннадцатого нет. Очень жаль. Мне кажется, что он все-таки был. Конечно, когда они там один день, их можно поперепутывать. Но вот когда тот выпал, я их пересчитывала, их было одиннадцать. И видите, как уже одного нету. Хочется верить, что на этом потере наши закончатся с этим гнездом. Потому что хотя бы десятку нам надо сохранить. А то, что это такое. Столько сил и времени потрачено. И они вот так вот глупо будут умирать. Ну, как-то. Не знаю. А доску сюда обязательно какую-нибудь прикрутим. Пусть она вот дальше себе эту дырку расширяет. Да на самом деле она и так влезет, если сюда прикрутить пять сантиметров. Она и так потрясающе влезет. А вот малышня как раз падать уже не будет. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, те два крольчонка были действительно лишними, я бы так сказала. Потому что вы видите, да, насколько бывает разница огромная. Такие вот большие крольчата. Или вот там вот. Вот он торчит. Самый маленький, видите. Жопка какая у него маленькая. А вот рядом его брат. И попка у него уже намного больше. Это так вообще такой симпатяга. Единственный серебряный крольчонок. Ну, вот такие вот у нас дела. Сегодня мне еще предстоит заняться различными родов взвешиваниями. Сегодня у нас на весы пойдут вот эти вот крольчатки. Им месяц и одна неделька. И я их еще не взвешивала. Мне интересно посмотреть, сколько же в месяц весят вот такие вот мясные кролики. Что ты маленький? Да, тебе хочется меня съесть, я знаю. Очень обсительный. Ну, смотрите на него. Аж глазки закрыл. Ну, кролики это вообще десятое чудо света. Не знаю, сколько их там. По-моему, семь чудес. Значит, это восьмое. Все-таки, как сельскохозяйственное животное, это, мне кажется, самое такое интересное. Потому что и для души, и простые, в принципе, в уходе содержаний. Ну, как-то здорово. Прикольно с ними общаться. Получаешь удовольствие от этого. Интересно. Ладно, дорогие друзья. Будем завершать это видео. И переходить все-таки уже к следующему. А в следующем видео мы будем смотреть вес этих крольчат. И я расскажу, какие еще проблемы у нас на данный момент имеются в хозяйстве.